Лучший молодой педагог и лучший молодой государственный служащий России живут в Нарьинмаре. Пара из Ненинского округа Людмила и Константин Детковы привезли с конкурса «Будущее России» сразу три диплома. В этом году почти 600 человек из 56 субъектов России боролись за звание национальной молодежной общественной награды. Это молодые врачи, предприниматели, госслужащие, соцработники, творческие деятели, спортсмены, педагоги, добившиеся успехов в экономике, образовании, культуре, спорте, общественной и профессиональной деятельности. Там много есть фотографий в немецком стиле. А почему решили в немецком? Мы решили, как бы, в разных стилях была русская свадьба, была немецкая свадьба. Вот когда катаются, мы не хотели так просто гулять на автобусе там на чем-то. Мы решили, чтобы в каждый момент было какое-то там действие. Людмила и Константин показывают свадебные фотографии. 6 сентября 2014 года в Ненецком округе родилась еще одна семья. Молодая, красивая и с большими планами на будущее. К самому трогательному дню будущие молодожены готовились основательно. Это был мой букв. Костя взял арку сам. Все тут были буквы. Кл. Это был букв для нас. Людмила, шутя, говорит, своего супруга она полюбила не только за золотые руки, но и за быстрые ноги. Константин Витальевич – тренер по лыжным гонкам во дворце спорта «Норд». Сейчас зимним видом спорта у Константина Деткова занимается 35 детей. Он хороший, добрый, поможет вам все. Константин Витальевич, я благодаря вам достигла многого. Этот фрагмент видеоролика был представлен на суд жюри в конкурсе «Будущее России». К таким искренним признаниям, из уст которыми глаголит истина, жюри не могло остаться равнодушным. Ну, ролик был замечательный, набрал больше всех баллов. У него было максимальное количество баллов, 20 баллов. 25. 25 даже баллов. И он стал, в общем, таким лидером из всех роликов. Жена Константина, Людмила, за ролик о своей работе в Роспотребнадзоре тоже получила высокие баллы. У меня работа менее творческая, чем у Кости. И очень сложно было именно показать то, что я делаю. Мы сняли наш рабочий день, сняли также командировки, часть командировок с фоторепортажем. И еще, кроме того, нужно было показать, насколько творческий я человек. Кроме видеороликов, в заочном этапе участники представляли портфолио достижений за последние пять лет. А потом супругам пришло приятное известие. Они стали финалистами. Взяли билеты и полетели, потому что такой шанс, можно сказать, выпадает раз в жизни. И этим шансом семья Детковых сумела воспользоваться. Тему доклада, с которым предстояло побороться за звание, Костя и Людмила узнали за два дня до выезда в Красноярск. Именно там состоялась финальная битва лучших молодых людей России. Бессонные ночи, по словам супругов, не прошли даром. Свои работы они презентовали блестяще. В итоге Людмила Деткова завоевала национальную общественную награду – лучший молодой государственный служащий России. А Константин стал лучшим молодым педагогом. Но главный сюрприз у победного дуэта был впереди. Наградили Костю, мы все как бы обрадовались. Я уже убрала фотоаппарат и уже сидела, ждала, кто из педагогов будет лучшим. И когда назвали, что… А теперь вручается лучшему гражданину России. И сказала сначала имя Константину Витальевичу. Ну, я сначала не ожидала, а потом сказали фамилию. Ну, тут вообще, конечно. По словам Людмилы, она, конечно, знала, что ее муж – достойный кавалер. Но что он получит почетное общественное звание кавалер ордена – лучший молодой гражданин России – даже не мечтала.